Всем доброе утро, друзья! Леночка садится у нас самая первая завтракать. Кушает с молоком вот эти вот шоколадные шарики. Делится с Соней под стол, ей кидают сухие шарики. Она тоже кушает, ей нравится. А я себе сейчас сделаю мак-кофе попью. У меня есть половинка творожка сладкого. Я его, наверное, сейчас съем. Пока до тренировки еще есть у меня полтора часа. Можно что-то съесть. Тебе нравятся шарики эти? Да. Покажи всем доброе утро. Доброе утро. Лена с Сонной еще такая завязали. Доброе утро, господа. Да, господа. Сегодня завязали на боку косичку, покажи. Вот так вот сделали. Только надо бантик купить такой какой-то поменьше. Лена хочет бантик почему-то с красным чем-то, да? Вот. И нашли юбку. Мы когда-то Лене покупали, она была на нее большая. А сейчас вот надели и говорит, вроде ничего, нормально. Только, Лена, эта юбка предназначена вообще, чтобы ее повыше. Это с завышенной талией юбка. Ее надо чуть-чуть выше еще. Тут уже дерево брать. Не, она еще. Ну ладно, носи как тебе удобно, но вообще эта юбка еще выше поднимается. Поняла? Не, ну ее выше поднять будет тебе коротко, неудобно. А ну задом повернись, покружись. Задом. Такая она стоячая, короче. Деревянная. Да, деревянная. Она еще поближе, вот поближе показывай, еще блестит. Я ее отгладила, насколько смогла. Короче, она вообще дуб дерева. Да, я полночи ее отпаривала, вспомнила за нее и это сама. А ну задом еще повернись. Да, вот так вот. Ля-ля-ля, я в школу иду. Ну все, будем выходить, да? Ой, такая у нас погодка. Я сегодня в 5.30 с Соней гуляла. На градуснике 20 градусов, но сам ветерок такой вот прям прохладный-прохладный. Вообще 20 градусов не ощущается. Я Лене кофточку надела, потому что прохладненько. Где она там идет? Дождь был ночью, вон лужи еще немножко пооставались. Лена, Лена, где ты? Вот она идет. Сняли в последний момент бантик. Мы с косички, потому что он ей колет, мешает. Надо меньше бантичек какой-то прям. Когда на боку косичку делаешь, большой бантик просто мешает. У нее косичка такая довольно короткая. Вот. И обруч надели, потому что челка эта. Надо побольше заколок купить, чтобы ее закалывать. Вот такая красотулька, юбка пышная. Говорит, мама, девочки не будут смеяться, что у меня обруч на голове. Тетя взрослая, говорю, с обручами на голове ходит. Четя будет смеяться. Выросла, и уже куча появляется комплексов, каких-то переживаний, что кто-то будет смеяться, кто-то не так посмотрит. Растет дочь. И больше становится зависима от чьего-то мнения. Ой, хорошо. А мне через час на тренировку идти. Вернулась я с тренировки. Так хорошо потренировались. Все-таки с сестрой как-то веселее ходить, чем сама бы я ходила. Мне так нравится, так нравится. Пришла, поставила варить бульон. Сегодня я хочу рассольника. У меня огурцы, которые я делала малосольные, вот, они уже такие перестояли. Аж такой рассол мутничковый чуть-чуть стал. И они такие прям термоядерные, классные, такие, как квашеные получились. Вот хочу рассольник сварить. Поставила бульон. Здесь у меня куриная, ну, спинка. Я называю каркас от курицы, короче. Спинка куриная. Пускай варится, будет бульон как раз с Сонечкой, косточками. Я его так хорошо развариваю, что косточки такие мягкие становятся. И Сонька их очень любит. Ну, мяско я отделяю в супчик, конечно. Вот, так что солененькие огурчики есть, будет рассольник. Что еще хотела рассказать? А, сегодня надо сходить лампочку. Поменять, короче, перегорела лампочка. Нашла коробку. Вот, два года гарантия. Заканчивается гарантия прямо в октябре этого года. То есть, как раз вот-вот надо идти менять. Но у нас был прикол, когда-то, только в другом магазине, вот эта фирма, так это, вот-вот, Максус. Вот, что они типа сняты, ну, не помню, это фирма или нет. Но у нас был случай, что снята, короче, фирма была с производства, и они не поменяли. Мол, мы с ними уже не работаем и все. Не знаю, как в этот раз повезет, это уже в другом магазине. Но, по-моему, именно такая ситуация была именно с этой фирмой. Ну, посмотрим. Надо поменять. Перегорела, это у Лены в комнате перегорела. Ну, все, я сейчас буду себе готовить завтрак. Сделала себе завтрак. Вот такой у меня завтрак. Одна котлетка и салат. Здесь лук, помидоры, морская капуста и немного растительного масла. Вот, люблю я морскую капусту. Это, кстати, очень хорошо. Да, конечно, на любителя не всем нравится, но я как-то привыкла. Главное, так как у меня... Дело в том, что, знаете, выбирать не приходится, так как у меня щитовидка, то есть, проблема с щитовидной железой. Кто, наши подписчики, то те знают, да, что у меня такая проблема. Вот, дело в том, что мне удалили, когда делали операцию, мне удалили один узел, а с другой стороны у меня, мне оставили узел. То есть, но он маленький. И нужно за щитовидкой следить. А это для профилактики щитовидки. Здесь много йода в морской капусте. Также вот по этой причине мы перешли на морскую соль. То есть, у меня все блюда я готовлю. Даже вот у меня вот столонка, да, которую я постоянно вот в супы кидаю. Здесь у меня такая стоит основная. Это морская соль. Еще и, мало того, она ядированная специальная. То есть, перешли на такое. Поэтому, я же говорю, выбирать не приходится. Нравится, не нравится, надо кушать. Очень полезно для щитовидки. Вот. И сейчас буду кушать и что-нибудь смотреть. Увлеклась, смотрю сейчас передачу. Не знаю, как правильно называется. То ли модель XL, то ли супермодель XL. Вот. Прикольная передача. Я уже сейчас буду пятый выпуск, пятую серию смотреть. Очень мне нравится. Буду кушать и глядеть. Кстати, магазин новый открывается. Вот здесь вот. Вот эти три магазинчика вместе соединены. И вот, который справа. Там был, я на видео раньше показывала, был магазин, где я брала свои золотики прозрачные. Ну, конечно, все дешево. Типа, как раньше были магазины, все по пять, там все по двадцать. Ну, вот он он, да? Вот, где вот золотой век теперь. Да. И он закрылся. Вот. И здесь теперь ювелирный будет золотой век. Ну, там маленькое помещение. Вообще. Ну, в принципе, для ювелирного, что там надо помещение, да? Ну, да. Ведено там с колечками, с сережками и все. А этот магазин туда все-все по двадцать и переехал. Теперь можно судьбу просто в обычном ларечке. Лареки выносят два стола, разлаживают там эти миски, ложки по ларечке. Ну, видно, дорого здесь, наверное, аренда, когда переехали в обычный ларечек, да? Да. Ну, выжирают кто как может. А с Леной проходили недавно этот... А, мы втроем шли, где Бристоль, где Бартоль, где мы работали, который закрылся. Там теперь какие-то открываются уроки английского, какие-то лавки стоят, да? Ну, да. Более полезно, наверное, для народа. Английский язык учиться. Можно все сравнивать, да, бухло, бары, не сравнивать с английским, да, конечно. Не знаю. Вообще, на английский надо бы Лену отдать. Ну, да. Просто не знаю, как по графику, куда его втиснуть. Надо учить язык английского. Да. Да, надо, обязательно. Понимаешь, музыкальная школа много времени отбирает. Мы посмотрим, там еще расписание не точное. Когда все устаканится, посмотрим, куда впихнуть. Может, на какие-то выходные, может, на выходной. Не знаю. Ну, так что-то придумаем. Английский надо язык учить. Кстати, у нас на компьютере там разговорный. У меня висит уже сколько. Ну, понятно, но так вот она не будет учить, чтобы включить какой-то, я имею в виду, аудиоуроки, она не будет. А другое дело, когда коллективное занятие идет, ты автоматически включаешься. Ну, да. Березы, видишь? Березы под окном. У нас. Классно. Высокие. Да. Ты шумите, шумите. Молодые березы. Лена пришла со школы, садится быстренько перекусывать, потому что через полчаса начинается урок музыкальной школы. Ой, боже, у меня все лицо полизано. Чего? А, Сонька полизала. Кушает рис с подливкой и котлетка. Давай, все, садись, Лена, будем одеваться потом. Решила сделать, наконец-то, салатик, так полюбившийся нам. Вот такое, и не шуба, а похоже на шубу. Я уже показывала, как я делаю. Как раз сейчас попробую эту селедку. Боже, как ее тут открыть. Норвежскую, я так поняла. Написано вон, Норвен. Норвежская. Ну да, вон. Флаг Норвегии или что это. Так, сейчас открыть. Попробую. Потому что я вообще такую селедку не беру, которая в упаковках. Всегда беру целую в магазине. Ой, боже, сколько масла. Потому что я раньше брала, как-то не попадалось. Ну, не очень, знаешь. Как будто она какая-то не первой свежести. И вот ее в пачку засунули, не знаю. Сейчас попробую эту. Только очень много масла. Масло вся. Сейчас вот делаю дощечку. Так, надо же попробовать. Первым делом. Нормальная. Хорошая селедка. Режу ее просто кубиком. Конечно, такую вот, как бы, брать удобно, что не надо чистить, колупаться там. Хотя здесь тоже все равно косточки немножко есть. То есть, так, если рукой провести, то встречаю. Ну, я их не буду доставать. Что-то пинцетом надо или чем-то. Колупаться. Она еще такая жирнючая в масле. Ну, все равно, у меня что-то такое ощущение, как будто здесь вот в это масло добавлено этот. Чуть-чуть уксуса. Мне почему-то так вот кажется, не знаю. Сейчас нарежу. Лена отправила в музыкалку. Вообще, получается, она пришла в 2 часа, а в 14.00 пришла, а в 14.30 уже начинается урок по музыкальной литературе, а идти пешком, ну, не знаю, минут 20, наверное, где-то. Ну, если быстро прям шагом, то за 15 минут можно идти, так за 20 минут. То есть, у нее толком даже нет времени на опер. Она быстренько в себя запихнула ту котлету, тот рис и побежала. Водички я ей с собой налила. Не хватило ей сегодня в школе бутылки воды. 0,5 я ей даю. Минералочку. Ей не хватает. Она, говорит, набиралась сегодня в школе. У них там какие-то есть фонтанчики с питьевой водой. Говорит, набирала там. Но я как-то не доверяю этим фонтанчикам. Потому что когда-то она с этого фонтанчика пила, у нее болел живот. И не раз, кстати. Поэтому, значит, надо купить. А литровую слишком объемно в портфеле литровую воды носить. Или давать денежек побольше, чтобы она себе покупала, если не хватило водички. Либо еще можно взять бутылочку 0,7 есть. Минералка, по-моему, морщинская 0,7. Бутылочку использовать можно. Так, сейчас я руки помою. Потому что все это скользкое и жирное. Рыбку сюда. В посудину. Не знаю. Не, нормальная, хорошая селедка. Но мне нравится больше, когда я покупаю просто вот целую. Не знаю, какая-то не та консистенция. Не знаю, вот что-то у меня не то. Ну, хотя, ну, ничего постороннего, никакого запаха нет. Так, сейчас я помою досточку. Ну, короче, не знаю. Не буду я больше в упаковках брать. Что-то мне не то. Так, сейчас лука добавлю сюда. Лучка. Потому что без лука все-таки это не то. Немного лука надо. Меленько его вот так вот прям. Чик-чик-чик. Насколько получается, меленько. Сонечка, а что ты топчешься? Ты хочешь кушать? Ты хочешь кушать? Девочка моя. Скоро будем обедать. Она плакала. Лена ушла. Только за Леной дверь закрыла, она как начала плакать, скулит. Она думала, Лена возьмет на улицу погулять. Собачку маленькую, горошу. А куда там? Какая улица хоть бы успела добежать? Ну, я уже звонила, она уже там на подходе. Говорит, все, мама, не звони мне, потому что ты будешь мешать. Так, немного лука. А то нормально. Ну, что, пойдет. Так, доска не нужна уже. Теперь терка. На терке натираю сюда яйца. Что-то, наверное, надо было побольше, чем 3 яйца. Не знаю, 3, значит, 3. Я все на крупной терке тру. А если натереть рыбку, порезать еще мельче, то есть, вообще мелко-мелко, вот, и потереть яйца и свеклу на мелкой терке, то вообще получается такая прикольная намазка на хлеб. Хотя я это, я вот так вот в виде салатика, ну, вот крупная, тертая, тоже на хлеб накладываю, и очень даже бомбезно. А у меня Сонька не любит яйца категорически вообще. Не сырые, не жареные, не вареные. Ее прямо аж, она так, прямо это самое, морду так убирает. Что-то оно ей воняет, воняет яйца. Непереносимость какая-то. Так, и свеколку тоже на крупненькой натираю. Вообще полезный, такой полезненький салатик получается. Сытный, очень сытный он, кстати. Ну, так, конечно, он заправляется майонезом, еще бы. Конечно, сытный. Не знаю, хотя вот, кто не ест майонез, можно, в принципе, со сметаной, но я не знаю, что это будет, не пробовала никогда со сметаной. Все-таки майонез есть майонез, вкус майонеза. Ой, нос зачесался. К чему бы это? К чему, говорят, нос чешется, я не помню. Ха. Ну, Лена довольная сегодня со школы пришла. Говорит, все хорошо. Последний урок физкультура была, пришла вся мокрая. Быстренько переодела. Еще погода такая непонятная. Говорит, последний урок физкультура на улице была. Говорит, дождик немножко пошел. Ну, моросил немножко. И их загнали в класс. Вот. Это я ей с собой зонтик в последний момент засунула. Мало ли. Вдруг дождец вольнет, намокнет. Так. Еще. Это свекла, которую я покупала в вареном виде. Прям вареная. Ну, хорошая свекла. Хорошего качества. Не водянистая. И такая темная. Мне так нравится, что продают вареные овощи. Даже вот идешь, сработают. Многие же допоздна работают. Например, окончилась работа часов 7-8. Ну, когда-то тот ужин там готовит. А так зашел, свекла вареная, морковь вареная. Картошка у них вареная. Тут же огуречики малосольные. Раз-раз накупил майонезико, взял оливьешку, заварганил. Быстренько дома нарезал. И все. В принципе, ужин готов. Пока оливьешку режешь, там что-то отварил. Еще какое-то пюре худо. И все. Ну, то есть, удобно, когда такие, на самом деле, магазины есть. В Сильпоу по вечерам у нас, ой, очень много толпа народу в этом вот кулинарном отделе, где продают всякие салаты, вот эти вот там готовые блюда. Тоже, смотрю, люди берут. То есть, не все, конечно, успевают дома готовить. Поэтому это очень удобно. Так. Все. У меня еще одна свекла. Я четыре, ой, я пять покупала. Натерла четыре. Есть еще одна. Не знаю, добавить это или это будет слишком несоответствие, наверное, этой яиц и селедки. Или бабахнуть. Не знаю я. Короче. Наверное, достаточно. А, хотя она небольшая. А, уже дотрогла, господи. Че там? Куда ее? Будет потом лежать мне в холодильнике. Сейчас я ее почи... Ой, она еще как раз такая прям мягкая. Плохо чистится вот эта вот мягкая попалась. А та такая хорошая, тверденькая была. Вот. Сейчас майонез достану, соли. И все. Жалко, Лена не кушает. Но она, в принципе, и шубу не кушает. Она вот шубу вот только в этом году стала кушать. И то она там пару ложечек возьмет. Говорит, вкусно, вкусно, но я больше не буду. Вот так вот. Ну, я не заставляю. Подрастет, может, понравится. Я тоже в детстве не все любила. Хотя, я вот в детстве, например, я ненавидела печенку. Это для меня было просто наказание. Если у нас дома она уже была печенка. Мне она такая, какая-то сухая, невкусная, противная. А сейчас ничего так ем. Даже иногда вот хочется. Ну, так, не особый фанат. Но иногда хочется даже вот печеночки. Вот печеночный тортик я делаю. Тоже очень вкусно. Он не такой сухой получается, когда в виде печеночного торта. Потому что майонезом перемазано, либо слетаной. Плюс я даже зажарочку добавляю. Такой вкусный лук-морковь. То мне в таком виде печенка нравится. Так, сейчас я поубираю все это. Чик, чик, чик. Навели порядки. Теперь надо майонез. Сонечка, сейчас подожди. Мамочка закончится и будешь кушать. Что ты смотришь на меня, дочь моя? Так, майонез есть. Соль есть. Добавить соли. На глаз, как я говорю. Не знаю сколько. Вот так вот хватит. Вот еще пересолю. Я вообще такая, я так люблю соленое. Я себе досаливаю все. Все, что я готовлю. Супы и там все, я не знаю. Ну все. Я себе все потом в тарелке досаливаю. Мне вечно все. Хотя говорят, много соли нельзя есть. А мне вот, я не знаю, у меня с детства такая вот ерунда. Мне все не соленое. Хотя это вредно. Вот я даже, вы что думаете? Вот я посолила, да, например, на солен хороший получится. Я потом, когда себе в тарелку накладываю, я еще сверху присаливаю. Вот такая привычка. Все уже вкусовые рецепторы, это самое, взбились. Так, наверное, хорош. Ого. Ого-го-го. Где моя большая ложка? И все это надо перемешать. Вот такая красотень. Получается. Не, нормально, 5 свеколочек добавила. Нормально. Еще бы, конечно, было бы, если бы одно яйцо, было бы еще и идеальней. Не знаю, что я 3 сварила, мне показалось, что хватит. Хотя вот селедки, мне кажется, маловато. Я люблю, когда селедка прям хорошо чувствуется. Ой, да даже, не знаю, вот, если просто взять свеклу, натереть и сделать с майонезом, еще чесночка туда, ну, это же бомба. И без всякого яйца и селедки оно все равно будет вкусно. Свекла вообще вкусный продукт. Хорошенько перемешать. Ну, вот это я и буду кушать на обед. Сейчас подойдет Сергея и спрошу, что он желает, потому что котлеты есть там. Вот, а я буду салатик. Не, ну, он на самом деле очень сытный. Так, ну что, попробовать. Выглядит, может, не очень, но он вкусный, ребятки. Это очень вкусно, очень. Не знаю, от такого салата я когда-нибудь не могу оторваться. Все, сейчас холодильник уберу. Пойду у Сергея спрашивать, что он будет есть. Охота уже обедать. Садимся с папочкой обедать. У папы две котлеты с подливкой прям. Так еще вкуснее. Ты обожаешь так, да? Да. Чтобы больше томата, томата было. Да, да, чтобы все было полито томатом. Да. Хлеб. У меня просто салатик. Ну, и папочек тоже будет салатик. И чай, и по конфете. Кстати, конфеты просто обалденные. Мы уже говорили вчера, да, обалденные. Мне тоже, я сегодня Женьке рассказала за конфеты. Вот, она говорит, а я же на диете. Я говорю, ну, слушай, слушай. Это твои проблемы, Женя. Очень вкусные конфетки. И вкусный обед, и вкусный салат. Все вкусно? Леночка пошла в АТБ. Еще подкупить тетради надо. Потому что что-то в линии у нее быстро разошлись. О, она теперь тапки обула. Уши, уши надела. Господи. Какая же она у меня худенькая. Ножки как ниточки. Стройняшечка. Пошла за тетрадкой. Побежала. Вот, припрыжка. Буквально вот четыре тетрадки, по-моему, четыре, да. Две вот такие с собачками в клеточку. На 18 листов по 4,50. Это в АТБ. Две с собаками. Одну просто вот с узорчиком. Но он такой, он с блестками. Не знаю, видно? О, вот так вот видно будет. Он такой блестит, блестит. С блестинками тоже на 18 в клетку. Тоже по 4,50. И одну на 48 листов. Такая толстая, как плитка шоколада. Интересная такая. В клеточку. А что ж она в клетку набрала? Она же говорила, что в линию нет. Вот чудилка. Ну. Лен. Так ты ошиблась. Ты зачем ходила? Три в линию тебе нужно, потому что у тебя в линии закончились. А мне клетку. А ты клетку накупила. Иди еще раз. Лена, ты даешь. Ты шо? Как раз водички купишь. Ты мне сказала, мама, у меня закончились тетрадки в линии. Я говорю, иди покупай. А ты шо она купила? Лена. Она просто устала, потому что школа, потом музыкальная школа, только вернулась. Ничего, зато тебе повезло, еще тетради купишь. Сходила Лена еще раз. Взяла по 36 листов, уже в линию, и три тетради. Вот такие две одинаковые, с божьей коровкой. И одну вот такую в узору. По 6,50 они. На 36 листов, по 6,50. Такие тетрадки. Леночка садится ужинать. Ну, потом еще перед сном что-то поешь, если захочешь, как вчера, да? Суп-рассольник с курочкой. Вот такой вот. И котлета, и хлеб. Варю компот. Он только что закипел. Даже немного сбежал на плиту. Я немножко не успела. Слышу, шипит. Как обычно. Ждешь, ждешь, пока закипит. Но как зашипеть, все, верхом пошло. Уже переключила поменьше. Компот такой чисто яблочный. Что в последнее время мне нравится просто вообще без добавления ничего. Ну, вот с виноградом варила, тоже ничего вроде. Ну, я немножко винограда. Так, для цвета такого, темного винограда. А чисто вот просто из яблок. Он вообще классный. Ну, у меня, правда, полкастрюли яблок. То есть, такое насыщенное получается. Очень вкусно. Вот, что магазин сходил за водичкой. Потому что компот сварить сварила. Но он горячий. Пить нечего. Взял такую, как вот на пчеке. Смотрю, как ни странно. Обе двухлитровые, одна и та же фирма. Короче, чисто лимоновая. Лимон просто стоит 11,79. А лимон-апельсин стоит 16,49. Груще получается где-то 5 гривен разница. Нифига себе. Чего-то дофига. Странно. Соня искупали. Она любит после купания беситься. У нее бешенство. Носок притащила. Копать, копать. Копать. Ты еще на голову встань. Бешеная. Что такое? Ой, откинула. Где носочек? Где носок? Соня. Где? Что такое? Что такое? Эй, куда? На стол нельзя. Нельзя. Ой, мокрая, мокрая. Сонечка. Сонечка. Покупанная девочка. Чистая, чистая. Пахнущая, пахнущая. Ой. Ой. Что это? Ой. Вот так. Ругай его, ругай. Ругай. Что такое? Что такое, девчонка? Разница, скажи. Ой, чудилка. Ну все, сохни, волчий хвост. Наша собака очень любит сладкое. Она готова кого угодно из-за сладкого разорвать, да, Соня? Залезла на стол передними лапами и мед со стола в стаилке слицывать. Ну, уже отдали ей. Ну, я не знаю, можно и мед, наверное, нельзя. Соня. Ну, а что ж ей хочется так? Ну да. Ну, все. Подсластилась немножко. Все, садимся мы ужинать. Лена уже в постели лежит. Сонечка догрызает. Это самая последняя вкусняшка осталась, которую нам в посылке Леночка присылала. Вот это вот косточки такие маленькие. Последняя осталась. Я ей по чуть-чуть давала, так, чтобы растянуть удовольствие. Он с удовольствием как грызет. Разгрызает. Ей так понравилось. Надо тоже ей покупать тогда. Раз собачке только нравится. Что же? Скажи, вы вкусняшки кушаете? Ай-яй-яй. Мне же тоже охота. Она немножко, не знаю, видно или нет. Она сейчас просто кушает, она шевелится. А так вообще она дрожит. Потому что она всегда после ванны замерзает. Маленькая собачка мерзнет. Надо будет ей на зиму какую-то курточку. Курточку с капюшончиком. Какие-то четыре сапожечка. Шафочку. Короче, если серьезно, надо что-нибудь ей. Какое-то или что-то вязаное. Или на синтепончике. В принципе, ну я смотрела в магазине, то дорогие в магазинах одежки специальные для собак. Во-вторых, она для маленьких собак. Она у нас как бы не совсем маленькая такая. Переросток. Ничего, почти пять килограмм. Не знаю, на нее есть или нет. У нас, в принципе, выбор в город маленький. И выбор в этих магазинах, в зоомагазинах очень маленький. Поэтому, мне кажется, легче вон пойти, что-то взять. Вон на том же секунде в Евростоке какую-то детскую курточку. Там, я не знаю, на ребенка на месяцах пять-восемь, не знаю. И перешить. Машинка-то есть. И что-то пошить ей какой-то куртяк крутой. Да, Сонька? Но я почему-то хочу красного цвета. Не знаю, я прям вижу ее в красной куртке. Почему-то мне так. Ну, уже и доела, пока говорила я. На ужин доедаем. Все-таки борщ. Уже второй вечер папочка ест борщ. Но он такой непривередливый. Ему, в принципе, все равно, что кушать. Я спросила, будешь борщ или котлет или рассольник. Да. Борщ доем, а что выливать, что ли? Вы обо мне говорите. Да. А вас, сударь. Так что борщ. Я что, малолина в обед доест. А не было ей времени, она свой рис доела. Все, Сонечка, уже больше нету. Вкусняшка закончилась. Я говорю, надо покупать ей. Ну, смешнющая такая. Соня. Соня. Мы их сделаем. И посмотрим Мастер-Шеф. Вот третий выпуск. Третья серия. Да, уже он вышел. Мы прям по Ютубу, по телевизору смотрим. Прикольно. Посмотрим третью серию. Будем кушать и смотреть передачу про еду. Еду. Чтобы было аппетита больше. Вот такие у нас дела, ребятки. Так прошел наш день. Всем огромное спасибо за просмотры. Ставьте лайки. И подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok